SCP-307. Платоядный плющ. Класс объекта Китер. Особое слое содержания. SCP-307 должен находиться внутри плантатора из нержавеющей стали размерами полквадратных метра, который помещается в гидропонную ростовую камеру, оборудованную дистанционно управляющими источниками света и опрыскивателем. Стены планетатора должны быть оснащены вытяжными циркулярными лезвиями, рычаги управления которыми положено располагать за пределами сдерживающей камеры с возможностью обслуживания их людьми в любое время. Гидропонная камера должна находиться внутри комнаты без окон размерами 5х5х3 метра, со стенами, полом и потолком из нержавеющей стали. Весь свет должен поступать из гидропонной камеры, а любое наблюдение за SCP-307 должно производиться через камеры слежения. Внутри камеры сдерживания необходимо поддерживать температуру 15 градусов по Цельсию, чтобы не допустить активного производства семян. Если необходимо войти в камеру с SCP-307, внутрь следует направить дистанционно управляемых роботов. Живому человеку входить в камеру содержания SCP-307 строго запрещено. Смотрите инцидент 307 в приложении 2. Если какие-либо образцы SCP-307 будут обнаружены снаружи камеры сдерживания, их необходимо немедленно сжечь до состояния пепла. Любой сотрудник, касающийся SCP-307, также должен быть сожжен. Описание SCP-307 «Ползучая лоза» похоже по описанию на английский плющ. За исключением наличия зеленоватых шипов на стеблях и фиолетового оттенка листьев, лоза выпускает корни примерно каждые 30,5 см. Корни могут проникать в любой пористый материал, но не в металл. Любая часть растения, не соединенная с корневой системой, считается мертвой и безопасна для более близкого изучения. На фотографии SCP-307. SCP-307, судя по описанию, плотоядно и кажется, выказывает некоторый уровень интеллекта. Смотрите документ 307-А. В присутствии теплокровного животного, далее жертвы, объект растет в ее направлении и поразительно быстрой скоростью. Зачастую в процессе роста отращивается более одной, как правило, по три лозы, одновременно крайние из которых обходят жертву с флангов. Во время контакта с жертвой, SCP-307, по-видимому, парализует жертву, сжижает и высасывает ее внутренние органы, мускулатуру и кровь. Механизмы, с помощью которых это возможно, в настоящее время неизвестны. Из-за этих свойств исследователи назвали лозу паучьим плечом. SCP-307 был найден агентом Апока Ле Муром в Секречно, где он стал свидетелем того, как лоза быстро оплела ствол дерева и съела выводок странствующих дроздов. Дальнейшее исследование выявило распространенность растений по всей территории Северной Америки. Оно обладает значительным сопротивлением ко всем возможным видам ядов. Сюда входят все известные имеющиеся в продаже гербициты, растительные калины и формальдегид. Кроме образца, полученного для изучения растения, сжигали везде, где бы их ни находили. Однако, очень вероятно, что многочисленные экземпляры все еще существуют вне пределов контроля фонда. SCP-307 сохраняют в живых только для того, чтобы создать биологический агент, с помощью которого можно будет бороться с дикой популяцией. Документ 307-А. Протоколы экспериментов. Эксперимент 1. Дата засекречена. В камеру был помещен лоток мучных хрущаков. Результат. Объект не показал каких-либо знаков или движений. Эксперимент 2. Дата засекречена. В камеру был помещен чилийский розовый птицеед. Результат. Объект не показал каких-либо знаков или движений. Не среагировал, когда паук забрался на него. Эксперимент 3. Дата засекречена. В камеру была помещена живая мышь. Результат. Объект немедленно начал расти по направлению к мыши. Одна лоза удлинилась непосредственно к мыши, пока две другие росли вокруг и перед мышью. Фактически окружая ее. После контакта с SCP-307 мышь немедленно остановилась и прекратила шевелиться. По прошествии 26 секунд она упала на бок и очевидно умерла. Лоза вне плантатора была оторвана, что позволило сотрудникам класса D подобрать мышь. Предварительный осмотр выявил у мыши отсутствие какой-либо анатомической структуры, кроме кожи и костей. Мышь передана для дальнейшего изучения. Когда мышь была препарирована, исследователи обнаружили полное отсутствие крови, внутренних органов и мускулатуры. Все внутренние структуры были замещены корневой системой, которую исследователи нашли и в мышином черепе. Внутри мозговой полости также было найдено одно семя SCP-307. После исследований тело мыши было кремировано. Эксперимент 4. Дата засекречена. Банка, содержащая 130 тлей, помещена в камеру. Добавлена дополнительная видеокамера для просмотра крупным планом. Результат. Тли начали прикрепляться к SCP-307 и питаться им. SCP-307 не выказывал каких-либо видимых действий. Все тли умерли через 5 минут первого кормления. Зафиксирована возможность использования как инсектицид. Приложение 1. Записи, взятые у агента АПК Лемура во время наблюдения за SCP-307. Энергия необходима для содействия такой быстрой скорости роста. Будет огромной. Но тем не менее, SCP-307 выглядит способным преследовать жертву вне зависимости от доступа к свету. Или ограничения по времени, пока он в конце концов не поест. Поведение, демонстрируемое SCP-307 во время инцидента-307, наводит на мысль о присутствии некоторого рода растительных мускулов. Исследование оторванных лос не выявило структуры, которая предположительно могла бы служить этой цели. Приложение 2. В свете событий инцидента-307 класс SCP-307 повышен до Китера. В протокол содержания были внесены соответствующие коррективы. Смотрите отчет об инциденте-307 для более подробной информации. Отчет об инциденте-307. Дата засекречена. Место. Биоисследовательская зона засекречена. Описание. Протокол инцидента составлен агентом Абокалием Муром. Агент отвечает за содержание исследования SCP-307. Ниже приводится описание кадров камеры слежения из камеры содержания SCP-307. Утром. Дата засекречена. 2000 засекречен год. 8 часов 1 минута 1 секунда. Камера наблюдения крупного плана за гидропонной камерой SCP-307 отключается. 8 часов 12 минут 19 секунд. Сотрудники D104 и D127 вошли в камеру содержания SCP-307, чтобы починить камеру. 8 часов 13 минут 2 секунды. D104 начал перенос SCP-307 в безопасный сейф. Согласно протоколу. 8 часов 13 минут 42 секунды. D104 поместил SCP-307 в безопасный сейф. 8 часов 13 минут 44 секунды. D104 застывает на месте. 8 часов 13 минут 47 секунд. D127 осведомляется о состоянии D104. 8 часов 13 минут 50 секунд. D127 начинает возиться со своим огнеметом, по-видимому, в состоянии паники. 8 часов 13 минут 51 секунды. Видно, что лоза от SCP-307, лоза А, растет в сторону D127. 8 часов 13 минут 55 секунд. Сотрудник засекречно активирует защитные пилы в плантаторе SCP-307. Лоза не получает каких-либо повреждений. 8 часов 14 минут 0 секунд. Труба подачи топлива огнемета D127 повреждена одним из шипов SCP-307. 8 часов 14 минут 2 секунды. D127 в панике выбегает из комнаты. SCP-307 не пытается его преследовать. 8 часов 14 минут 15 секунд. D104 падает. Двигается с трудом. С этого момента считается погибшим. Видно, как вторая лоза, лоза Б, свешивается с края безопасного сейфа. 8 часов 14 минут 21 секунда. Лозы начали расти в сторону двери карцера. 8 часов 14 минут 24 секунды. Защитные пилы снова активированы. Лоза Б отрезана. Лоза А нет. 8 часов 14 минут 30 секунд. Лоза А начинает расти в сторону камеры 1. 8 часов 14 минут 51 секунда. Камера 1 отключается. Камера 2 по-прежнему работает. 8 часов 15 минут 33 секунды. Трое сотрудников класса D вошли в камеру содержания. 8 часов 15 минут 36 секунд. Лоза А принимает позу, схожую с оборонительной позой кобры. 8 часов 15 минут 41 секунда. Неопознанный сотрудник класса D поджигает лозу А. 8 часов 15 минут 43 секунды. Аварийные пилы снова активируются. Отрезана лоза А. 8 часов 15 минут 46 секунд. Тому же сотруднику класса D удалось закрыть безопасный сейф. Два других убирают тело D-104. 8 часов 30 минут 2 секунды. Начато вскрытие D-104. Результаты вскрытия показали, что лоза Б прошла через маленькую дырку в лицевой панели изоляционного костюма сотрудника D-104. Установлено, что тело сотрудника находилось в том же состоянии, как и у мыши. Описанный в документе 307-А. Внутренняя структура, кроме скелета, не была обнаружена, поскольку заменена разветвленной сетью корней. Все корни соединены с семенем, расположенным в черепе D-104. Пара побегов начали прорастать в направлении глазниц D-104. В ускоренном порядке сожжен.